Всем привет! 4 ноября в Сочи. Самый центр. Там за моей спиной Александрийский маяк и Муросской вокзал. Сегодня гуляем с лучиком по центру Сочи, по Новогинской, по набережной. Ну а дальше все как обычная историко-ботаническая информация и просто шикарные виды на Сочи 4 ноября. Один из самых старых фонтанов в Сочи. И отсюда уже открывается шикарный вид на Сочи. А ведь мы находимся в Хостинском районе, и об этом нам напоминает вывеска наша. Обстановка на пляже. Шикарнейшая обстановка. Бассейн классный. Он закрыт сейчас. Лучше глянь. Сегодня яхты в море. Вон сапсюрфер. Лучше глянь. Лучше глянь. Лучше глянь. Мы сейчас подойдем к классному месту. Сосны, типичные представители флоры прибрежной полосы. Может тебе тоже, вполне возможно тебе лучше звонили. Вон малышня играет. Шикарнейшая обстановочка. На пляже Агавы и олеандры, залитые светом, выглядят фантастично. На фоне нашего неба, на фоне высоток, ну кто как к ним относится. Вот кто-то говорит, типа они виды, спорят или, ну не знаю. Они так сейчас уже органично смотрятся. До водички спустимся? Ленивый ты лучик. Мы не будем долго гулять по набережной. Море уже вам показали. Цветущие олеандры сейчас покажем. Вот кто-то потянул, сломал. Один на раскрытие. Да. Что ты сейчас берешь? Здесь поднимемся? Да, давай здесь поднимемся. Мимо калины. Вечно цветущий. Вот как лучик одет. 4 ноября. Это я еще настоял, чтобы он с собой взял что-то теплое на всякий случай. Но очень тепло. Мы вот сюда сейчас поднимемся с вами. И немножко погуляем по этому парку, потом опять спустимся к водичке, к морю. О, акулу увидели, акулу. Где? Где лучик у нас в море акулы? На глубинах 200 метров, в 5-10 километрах от берега встречается местная акула Катран. Но поорать-то интересно. Во, плоды. Смотрите, какие плоды кампсиса. Вот сюда, в пороковую зону сейчас войдем. Отсюда. Да, все сидят на лавочках. Здесь пройдемся под величественными соснами. Вот так вот сейчас сделаю фотку. Кто это место отличит от Питсунды? Только цветущие лиандры под соснами говорят нам, что мы с вами находимся не в Питсунде, а в центре Сочи. Сейчас дойдем до земляничного дерева. Оно сейчас как раз плодоносит. Это тоже, кстати. Да, там ступенька неудобная. Дубы подстригали пару лет назад. Пообмерзали сильно. Сегодня полгорода вышло на улице. Посидеть на лавочках. Отдохнуть. Посплетничать немножко. Побегать. Побегать, естественно. Зеленый, сочный. Вот, лучик. Пойдем вот здесь. Пойдем. Ты не ведешь туда? Да. Магнолии вечно зеленые. Сейчас я секундочку фоточку сделаю. Лучик. 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 Завтра в школу. Это не выходной день в субботу. Вот она агава, которая зацветет явно в этом году. Нет, давай. Ну да, давай отсюда. Согласен с тобой. Ой, какой замечательный фонтанчик. Подожди, лучше я его сфоткаю. В окружении карделин, пальм. Наша местная лавровишня отлично вписалась в ландшафт. Найдите 10 отличий от июля. Ноль. Ноль отличий от июля, августа или любого другого летнего месяца. Пожалуй, вот этот вид я и сделаю заставкой на сегодняшнее видео. Пойдемте посмотрим на это великолепное растение. Это гранат. И вон они висят в ягодке. Существенно отличается от того, что мы с вами видели около Олимпийского парка. Опять капуста. Капуста, капуста. Надеюсь, когда-нибудь этот фонтан запустят. А мы идем вот сюда. К удивительному растению. Это земляничник. На самом деле эндемик Кавказа. Земляничное дерево. И вот они висят в ягодке. Они еще зеленые. Ну, то есть, они еще желтые. Это ягодка? Нет, это не ягодка. Висят соцветия. Ягодок спелых я пока не наблюдаю. Ну, в январе. Вот это земляничник. Красивое, эффектное растение. В Никитском ботаническом саду. Один из его символов. Финни канарские. Фантастических размеров. Но невысокие. О, вскопали. И кто-то даже воткнул цветонос юки. Типа расти будет. Ну, хотя мало ли. В Сочи все может быть. Редкий случай. Ель на открытом месте растет. Обычно это дерево очень быстро погибает. Здесь близко к морю. Поэтому пока живет и дышит. Огромнейший таксодий над головой. Это хвойная. И вдобавок ко всему ветка падная. Вот эти маленькие веточки опадают у... целиком у таксодия. Как и что? А, ну, по-моему, прикиньте, это сейчас не так, нашлась. Да, оно вообще очень классно выглядит. Голуби на таксодии выглядят здорово. Как будто сейчас... Кафешки, магазины. Все у нас открыто. Все работает. Как видишь, надо холодное. Спуститься хочу лучше к водичке. О, наш катамаранчик плавает до гамыс. О, пойдем. И знаменитый ресторан в виде... Эспаньолы. О, какой ногоплодник. Я хочу на эту горку. А вот на нем плоды. А я хочу на эту горку. Маленькие. А я хочу на эту горку. На какую? Ну, пойдем глянем. Обойди голубей лучик. Вон у нас стоит лайнер. Владимир. Вдали. Пойдем вон по той винтовой лестнице, спустимся вниз. Она винтовая? Да. Она винтовая и очень эффектная. Тогда пойдем прямо, а не назад. По берегу. Не хочешь подниматься? А там дальше все равно спуск. По спуске? Да, но мы сейчас спустимся вниз, посмотрим. Мы пойдем туда и там уже поднимемся. Как скажешь. А потом? На Новогинской. Бассейн с морской водичкой. Он вот здесь вот расположен, наверху. На Новогинской. На Новогинской? Да. Что ты хочешь на Новогинской? Там хоть что-то есть. Кто? Ты же хотел на Горку? Уже не хочешь? Там много детей. Как-то тебя это смущало лучше? Сеофопия все. С этого дня. Да. Посмотрите, какой шикарный вид на море отсюда открывается. К якорю мы сейчас подойдем. Он, наверное, за каждый год. Думаешь, ее запечатали? Просто дети, наверное, все уже накатались. Ага. Ты пойди на Горку, я вот здесь постою около водички. Ну, как хочешь. Ой, как вкусно пахнет жареными сосисками или колбасой, да? Да. Да. Солнце светит. Прямо в глаз. У нас сквер около Комсомольского сквера, это где раньше был в кинотеатр «Спутник». Украшаю два якоря, найденные здесь недалеко. 70-е годы. Сфоткал. Какой шикарный отсюда вид. И озеленители молодцы. Тут и можжевельники, и гривелей, и девичий виноград, и трахелоспермум. Все есть. Пойдем вот отсюда сделаем фоточки. Хочу специально топать погромче. Посмотрите, сколько людей. Офигенно. Вообще классно. Погода, конечно, благоволит сегодня. Ну, мы будем идти мимо, да, если ты увидишь, давай возьмем. Ты его все равно сможешь оставить в зоне параковки, она на Новогинской? Ну, давай. По Новогинской покатаемся. А, ты хочешь по Новогинской покататься? Да, типа отсюда еду. Ну, давай. Давай. Ну, гранаты. Сезон сейчас идет гранатный. Идем сейчас от гостиницы «Жемчужина». Именно в этом месте затонула мисси эмбрия 31 мая 1838 года. Чурчхела, полтинник, причем на самом берегу. Это осенние скидки. О, белая листка. У нас, кстати, на даче надо ее уже спилить. Это вымахало больше, чем надо. Факция бумажная. Вот это. Ну, сейчас сезон герани начинается, конечно, в Сочи. У нас тоже хорошая коллекция герани. Танюшка собирает. На ослики не садится. Что вполне логично. Кого, с рыбками? Да, конечно. Это очень круто. Это очень круто. Просто приезжайте в Сочи обязательно. Надо что сделать? Чтоб сейчас съели рыбки. Это обязательно. Вот, я не знаю. Приезжайте в Сочи, чтоб вас съели рыбки лучше. Это так себе девиз. Барабулечка продается. Ой, как чудесно. И обзорная по Сочи, и Абхазия. Спасибо. Нет, спасибо. Пляж, пляж, пляж. Бесконечный. Нет, ну, классно, да, и в Абхазию поехать сейчас, и в межсезонье на поляну подняться. Ну, там уже все были, так что пляжи застряли. Ну, как бы, да. Мы точно не возьмем эти экскурсии. О, вот лучик точно так же делает. Да. Обалдеть. Ну, впрочем, как и всегда, 4 ноября, весь Сочи на улице. Купальный сезон продолжается, он у нас не заканчивается никогда. В любом случае, температура воздуха никогда не будет... Что ты нагадила? Ты видела? Кто, птичка? Ужас. Нам повезло. Это было просто... Вот они, отчаянные смельчаки, которые купаются в 19. Сочинцы думают, это очень холодно. Мы тоже думаем, это очень-очень-очень холодно. Да, так 23, нормально. Да. Пляжи Сочи. 4 ноября. Нет, это не лето продолжается. Несколько дней было очень холодно. Плюс 17, плюс 19. Жуткая температура для Сочи. Сегодня просто классный такой осенний день. Вода будет еще теплой целый месяц. Ну, относительно теплой. Температура понизится до плюс 10, плюс 12 в середине декабря. И станет плюс 8 в январе. Глянь, как классно самолет летит. Над нами летит самолет. Да. Сочная зеленая вода сегодня. В Черном море. Мы вон туда идем. К Мороскому порту. Вот сейчас видно, где у нас листопадные, где не листопадные деревья. Листопадные уже побурели. Красота, конечно. Город сказка. У нас в Сочи в сетях ходит фотография, сделанная в середине 60-х годов. Уже новые цены, 61-го года. Новые деньги. Здесь написано, что сосиска в тесте. 1 рубль. Когда она в городе стоила 10-15 копеек. Лучше хочет аренбайк? Да. Лучше. Глянь, какое представление классное. Внимает? Да. Да. Как моя... Алена, подруга Маша. Возможно. Но клип у них получится классный. Они здесь на виде покупали? Да. Молодцы, девчонки. Да. А что, ты зайти хочешь? Да, зайдем. Не знаю. Мы не смогли пройти мимо. Не смогли. Дальше начинается финансовая история, поэтому я выключаюсь. И сегодня мы будем есть глаз. Лучше все-таки взял. Несколько мармеладочек. Рыбаки сидят. Возьмите. Ох, какие коричневые. Вот. Лузитанские гипариисы стоят огромные. Здесь, да? А, вот здесь ты имел в виду? Да, вот здесь. Да, точно, точно, да, 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 вот тут, вот тут, да, лучик мне сегодня долго рассказывал, у летнего тебя, лучик победитель, лучик мне сегодня долго, короче, втирал какую-то историю, говорит, я помню, маленький был, мы фестивально давно не ходили, вот, как с, да, 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 как с 28 школы ушел, так мы и не ходили, А вот, смотрите, орунда тростниковый, вот он, с правой стороны, вот, вот кто сейчас сказал, что ноябрь месяц, вот мы идем по Сочи, а, а, никто, посмотрите, как замечательно, обелие доцветает, инжир, огромнейший, а где спелые плоды были, а вот это, калина, вечно цветущая, да, несъедобная, Аканты, большие, красивые, и плющ, пчелы у нас в Сочи, с него собирают взяток весной, очень большой, вот он, рунда тростниковый, я вот сегодня во время трансляции прямой думал, вот об этом меня спрашивает Евгения, но нет, оказалось, вот об этом, вот она, кратадерия, помпасская трава, они здесь вообще вот рядышком оказались, Но там тоже метелки, вон, видите, тоже метелками цветет Слушай, гранат, и ни одной ягодки Поднимаемся по знаменитой лестнице Ну, еще не поднимаемся, сейчас будем, около фестивального Здесь когда-то был овраг, назывался турецкий овраг Тут внизу стояли маленькие лачуги, и жили турки, которые на маленьких ялах встречали корабли, подходящие к Сочи Пора-то еще не было, корабли разгружались прямо на рейде И турки на маленьких ялах туда-сюда сновали между берегом и морем кораблями, которые стояли, обеспечивая разгрузку и погрузку Очень сложная история Потом этот овраг был засыпан, а в его устье построен огромный концертный зал фестивальный А вот здесь вот на месте храма Михаила Рахангела, здесь когда-то был форт, крепость построенная Лучик, ты меня иногда пугаешь, вот серьезно Ты как о коренной Сочине, я задолжен Новодинскую найти, даже если я тебя на улице Клубничной вот так вот закручу Подожди, я сфоткаю Ну ладно, Клубничную ты можешь не знать Но улицу Родженикидзе знать обязан А, да ладно, знаю, это храм Молодец Там где самшит еще выжился, немножко будет Не самшит Кис Замечательно, барбарис Красненький Ой, а это вы узнаете? Чудесное растение Айвочка Что ты на ней? Плоды, да Лучик не ломай, Кирилла, в нашем городе это стоит очень дорого В нашем все дорого В нашем все дорого, да Ну кстати, на самом деле, это вот по поводу цены в Сочи Это очень, вот это растение великолепнейшее Называется трехолоспермум Он очень красиво цветет весной Очень красиво цветет весной Даже красивее, чем вот эти замечательные юки в ноябре месяце Так вот, по поводу цены в Сочи У нас обычные магазины У нас обычные магазины пятерочки У нас обычные магазины магнит У нас обычные перекрестки Немного, совсем только за счет того, что сюда все нужно везти на У нас Аленка маленькая была И такая бич Болтыхнулась туда как-то Пойдем мимо Владимира Семеновича Которому мы относимся в семье с большим Уважением Так Вот Понятно, что если вы покупаете все на пляже Или в магазине около пляжа Ну, естественно, вам все покажется Все немножко Точнее, очень сильно дороже Но люди, которые здесь в Сочи прожили много лет Переехав откуда-то Я вот из Сочи не уезжал никуда надолго Я не учился в других городах Я вот прям совсем коренной сочинец Я самая долгая из Сочи Выезжал, ну, может быть, на месяц В России мы катались А, больше всего ты выезжал в этот? Нет, даже на Северный полюс я выезжал меньше Там было, да, всего 20 дней Вот храм Михаила Рахангела Но он плохо виден за платанов Ну, в общем Вот здесь стена крепости проходила А вот отсюда открывался шикарный вид на долину Сочи Деревьев не было Построек не было, соответственно Видно было начало горы Виноградной Ну, или как она тогда называлась Шангирей по Цуореху И было видно устья Сочи Устья Сочи была сюда намного ближе Сейчас устья Сочи далеко Она находится за Макдональдсом Около ривьеры Под высоким берегом Вот туда искусственно отвели в 30-е годы До 30-х годов река Сочи впадала прямо вот здесь Там, где находится вход в морской вокзал Я это Лучику тоже рассказываю А он балуется Лучик, кто тебе еще это расскажет? Вот этот вот кипарис Какой это кипарис? Свердимский? Вот этот я расскажу Пойдем Да, к сожалению Вот в конце 19-го века О том, что нужно сохранять историю Родного населенного пункта Сочинцы не думали Ну, в том числе и потому Что, допустим, в 1877 году Сохранилась запись Попечительства нашего Черноморского В посаде Сочи жило 288 человек То есть все население Сочи Составляло 288 человек Вот мы с вами спускаемся По Эллинскому спуску Как он только не назывался Даже Осоавиахимовский Подъем Вот давайте зайдем Вот он Центр Сочи Цитадель Вот внешнее изображение крепости Для понимания Мы с вами сейчас находимся Вот здесь Недалеко от Блокгауза Вот этот кусок стены Мы сейчас с вами видим Вот он Вот они ворота Ну, понятно, что отсыпали Прошло больше 180 лет Вот эти пушки, кстати Это вот Часть этих орудий Якоря Это все поднимали С той самой Реки Сочи Стена Была каменной Все остальные стены Были земляные Потому что Со всех сторон Был овраг Турецкий овраг Который мы вам уже показали 5 минут назад И Скала в сторону моря Оттуда забраться Нельзя было Поэтому нападение Возможно было Только вот с этой стороны Со стороны Северо-запада Стена и была Каменной Лучку очень интересно Я смотрю Он еще маленький Для того, чтобы Понимать Насколько важно Было сохранить здесь Вот этот кусочек Это конечно Уникальная ситуация Крепость построена В 1838 году Строилась В мае Июле 1838 года А сейчас Здесь очень крутой Объект Который Немножко Знакомит нас С историей Сочи С историей Населения Города Которое здесь Было Вот он Историка Этнографический Сквер Форд Форд Сменил Три названия Первая Александрия Но выяснилось Что оказывается Такое название Есть Как могли так назвать Это отдельная история А второе название В честь Полка Новогинского Который Не имеет отношения К Сочи Но Проявил себя Во время Кавказской войны О Фикус Пумеля И отчеток Вот И третье название Это Посад Даховский Такое название Ему было дано В 1864 году В честь Даховского Отряда Российских Войск Которые Пришли на это Побережье В 1864 Году Но уже В середине 70-х Годов Магония Цветет Магония Это не Магония Это Магония Магония Цветет Обалдеть Не может быть Вот Ой какая красота Кстати Вот в некоторых Поселках Сочи Еще По-прежнему Используются Такие Дреноги Вот это Я понимаю Ковшик Я бы Таким Ковшиком Топленое Молоко Загребал Обожаю Его Деревянный Редут Экспозиция Очень мало Людей сюда Заходит Очень Зря Это Самый Центр Сочи Здесь Вот Импровизированное Убыхское Подворье Как Выглядел Быт Местного Населения У меня Такая Наковальня Стоит Еще От прадеда Досталась Мельница Водяная Для помола Зерна Кукуруза Здесь Стала Распространена Быть Только В 20-е Годы 19-го Века Вот это Ножницы Лучик Смотри Да Ключик Представляю Какой был Замок Пойдем Пойдем Луч Лучику Пока Все Это Не Интересно Но Вы Как Люди Сознательные Взрослые Обязательно Во время Посещения Сочи Посетить Это Замечательное Место Особенно Вот Это Красиво Выглядит Дольмен На фоне Субтропической Экзотики Других Стран Магония И Калистимон Азия И Австралия Камелина Цветет И Тан-тан Что это Где А да Какие-то Грибочки Но я вот К сожалению Не миколог Поэтому С грибочками У меня проблема Как же с моллюсками Моллюсков В Сочи Много Больше Ставидов Но я К сожалению Знаю только Виноградную Улитку Нет Ну Рапана Понятно Миди Это Вне конкуренции Их знают все Вот И Посад Даховский С 90-х Где-то Годов Стал писаться Посад Даховский В скобках Сочи И вот За нами За городом Сохранился Гидроним Сочи По названию Реки Суатше Что означает Голову продай Тут когда-то Был очень крупный Рынок Равоторговый Вот пожалуйста Город Курорт Сочи Нулевой километр Да Именно здесь Была основана Крепость Здесь было Трожественное Построение Войск Во время Ее закладки Это вот Та точка С которой Начался Наш Город Курорт Вот кстати Ответ на вопрос Который Сегодня был задан Во время Трансляции Сочи Это нулевой Километр Не многие Его видели А жаль А жаль Вот Но это искаженное Представление О грепости В Сочи Абсолютно Она так никогда Не выглядела Потому что Каменная стена Была всего одна Зато вот здесь Вот на этой схеме Видна наша Первая улица О которой Я рассказывал Вам в своем видео Самые короткие Улицы Сочи Сейчас Это улица Москвина Вот она еще Видите На схеме Это та улица По которой Раньше Спускались К устью Благаузу К устью Реки Мы сейчас Вот сюда Идем Вот Вот прям сюда Идем Вот сочинский Владитель Из семьи Аблагу Сочинский Князь Али Ахмеда Аблагу Вот он На Критине Которая изображает Несколько Владителей Сочинского Региона Той Эпохи Здесь И общество Хамыш И общество Вардан И общество Сочепста Или Сачапа Ну вот Вот это Если я не ошибаюсь Или вот это Это представители Огромного Аула Который Назывался Апохуа Он располагался В районе Современной Мамайки И простирался Аж до Сергей Поля До разбитого Котла Спускаемся Вниз По Иллинскому Спуску Это В буквальном смысле Вторая Ну или там Третья улица В нашем Городе Сочи Вот Часть этих Камней Которые Вот валяются Здесь На склоне Это Остатки Крепости Форта Александрия Все Что к сожалению Осталось На память Нам Об истории Сочи Первой Половины 19 Столетия Сейчас Здесь Недалеко На месте Бывшего Кафе Аленка Нашего Любимого Кафе Аленка Строится Новая Высотка Ну Город Меняется Это нормально Ненормально Что не были проведены Археологические работы На месте строительства Может быть Может быть Можно было что-то найти Аргументом против этого Является тот факт Что во время снятия грунта Выяснилось Что он ни разу не был нарушен Возможно там никогда И не было ничего Все-таки склон На склоне у нас В Сочи Строить опасно Изначально Все склоны Больше 20 градусов Медленно сползают Вот это здание Скиротинки Которое мы сейчас Вам показывали Машина там стояла Рено Наша первая Это вот Бывшая улица Пластунская Сейчас улица Войкова Это вот одно Из первых Торговых зданий В Сочи Изначально Строилось Как телеграф Индоевропейский А сейчас Это наш ЗАГС Очень круто Очень круто Делать фотографии Около Сочинского ЗАГСа Здесь Растут огромные Финики Канарские Огромный Белый Такой Кремовый Алеандр И стоит памятник Около которого Мы фоткались Сразу после Его установки Ну наверное Потому что Верим в любовь Это памятник Петру И Февронии И маленькие Агавы Лучик Не навязчиво Как любой мальчик Подросток Говорит Папа Сфоткай меня Луч Повернись Ко мне Сфоткал Пойдем Ну все Лучик Доволен Пойдем На Новогинскую Что еще надо Лучику Счастье Полные штаны Пойдем Лучик Через Улицу Поярка Вон туда В подземку Перейдем Платановую Алею И покатаемся По Новогинску Ну как покатаемся Он покатается Я похожу Сочные Но несъедобные Ягоды Нандины Австралийского Растения Вот кстати Мой рюкзачок Который Я выиграл В конкурсе Про Леопардов Приднеазиатских Да Была викторина Онлайн Нужно было Ответить на вопросы В итоге Нам в подземку Луч Да Нам туда Шикарный Зеленый Сочи Вот это И есть Платановая Аллея Улица Новогинская Да Лучик Умчался Молодец Катается О Хурму Всю поели Вот она Вкусная Сочная Вон ее Сколько Но она Так Вяжет Пойдемте Пойдемте Через Пишем Вот Меня спрашивали Размеры Хурмы Дички Кавказской Это вот местное Растение Одно из немногих Сутропических Лучик только и делает Катается Кайфует Счастье Счастье конечно У него Только вот мы гуляли с вами На этой улице Рано утром Воскресенье А сегодня Лучше нет Сегодня здесь толпа Четвертое число Праздник Много Много уличных Музыкантов Вот сейчас Светущие клумбы Будут создавать Основную красоту У нас Это я все Фотки делаю В наши социальные сети Ох Как классно Вот растение Падуба С плодами Ой там вообще Столпотворение Ну и наверное В нашем любимом Магазине Сейчас очередь Пойдем Глянем Что несущийся В облаках Лавровый листик Украшает улицу Пойдем на площадь Пойдем на площадь Пять минут Вон он Полетел Думал что на Новый год Мы тоже будем здесь Я надеюсь Ему ума не хватит Сквозь фонтан Точнее ума хватит Мне проехать О носится ребенок Пойдем на площадке Сажают клумбы. Ты около зерна хочешь оставить? Да, наверное. Только встали с трансляции. Сейчас будем подниматься к железнодорожному вокзалу. Мимо наших великолепных парим, коричников. Сейчас включат освещение, а мы как раз отсюда сваливаем. Вот еще музыканты готовятся. А, нет, это менюшечка. На автобусе, да? Да, мы сейчас с тобой на автобусе поедем. Ну, как места будут, Лучик? Это автобус, это ж ты не в машине своей сидишь и выбираешь, где ты сядешь. Да, сядем в самый свободный. Я помню автобус, помнишь, мы вечером, ночью ехали, где сзади было только два места, и он очень высоко находился, помнишь? Да. Вот это вообще самый кайфный автобус. Лучик. Почему бы нет у нас в Минвадле? Не знаю. А, вот это травушка. Помпасская. Продолжение следует... Продолжение следует... Да, главное вот сюда попасть. Дальше автобусная полоса.